Вадим Можейко Сейчас Дарина Балтак выступает с лекцией «Путь Молдовы в общеевропейское пространство высшего образования». На мой взгляд, очень актуально и для Беларуси, потому что нам все эти трансформации в той или иной степени еще предстоят, вложение нашего высшего образования в европейский контекст. И очень полезно в таких случаях понять, что нас ждет и насколько действительно привлекательны те европейские идеи, про которые мы любим говорить, о том, что они нужны, о том, что они важны. Можно посмотреть, что с высшим образованием такой постсоциалистической страны происходит, когда она уже в европейском контексте. Такие трудности и проблемы, но я думаю, Дарина об этом расскажет лучше меня. Напомню, Дарина у нас аспирант факультета политических наук, истории и международных отношений университета Лоуборова в Лондоне. Занимается современной европейской дипломатией в странах Восточной Европы. Поэтому, Дарина, вам слово. Спасибо. Также приношу извинения, что так долго мы здесь пытались установить все. Я не уверена, если вы сможете увидеть видео, которое я приготовила, но надеюсь, мы успешно... Может, их не услышим, но увидим. Я очень рада вас приветствовать и благодарю за приглашение участвовать в Европейском межкультурном фестивале. Для меня это большая честь. А также спасибо партнерам Европейскому КП, проекту БАК и Либеральному клубу. В самом начале я хотела бы сообщить, что русский на самом деле не является моим родным языком. И хочу привести свои извинения за некие ошибки, и за то, что я буду читать из своих, как сказать, notes. В программе название нашей встречи, она так как прочитали, и говорится, что это лекция. Но мне бы на самом деле хотелось, чтобы у нас было больше не лекции, а дискуссии. Если возникают какие-то вопросы, в тот момент, когда я что-то буду говорить, вы также можете меня прервать. Перед тем, как начать, я хотела бы вам показать, о, интересно, карту Балонского процесса. Как вы видите, в нее входит достаточно много стран. Здесь резолюция не очень хорошая. Здесь вы можете видеть 47 членов, которые входят в Балонский процесс. Также вы можете увидеть свою страну, Беларусь, в которой написано, что it's still set to line up. То, что значит, что они ее еще ждут. Так что, пока что до 2015 года, я думаю, есть над чем подработать или что изменить, если есть такая желаемость. На самом деле, я здесь посмотрела ретроспективу Балонского процесса. Как вы видите, с 1998 года уже был ряд конференций. Первая даже не была в Балоне. На самом деле, идея произошла при встрече 15 министров в Саргоне, где они обсуждали разные идеи насчет образования. Вы можете видеть года, в которые присоединились некоторые страны постсоветского пространства, а также Молдова только в мае 2005 года. После этого в 2007 были еще присоединения, и сейчас 46, на самом деле 47 стран. Конференции продолжаются, где дискуссии ведут о нынешних проблемах или о нынешних препятствиях, и как их на самом деле разрешить. Ну, а как вы думаете, или, наверное, вы уже знаете, на самом деле, для чего были все эти конференции, зачем министры образования и внешней политики встречались, и, как вы думаете, какие цели у этих 47 стран? Давайте, дискуссию, а не лекции. Как вы думаете, здесь нет неправильных ответов? Да, ответы. По поводу всего баланский процесс? Зачем баланский процесс? Какая была цель или идея? На самом деле это один из принципов, на которые создан баланский процесс. Более общей такой целью было создать к 2010 году единое европейское пространство высшего образования. А еще в социальной сфере и даже в экономической повысить конкурентоспособность европейского пространства высшего образования, что создаст потенциал для обеспечения лучших рабочих мест и большую социальную сплоченность. И мы сразу же перейдем к принципам, и один из них, который уже девушка сказала, международная мобильность. Но при этом принципов пять, тут я написала от одного до пяти, но это не имеет значения, очередность на слайде не имеет, как сказать... Да, значит, автономия университета, высшее образование, это общественная ответственность, социальное измерение балансского процесса, участие студентов в управлении высшим образованием и международная мобильность студентов, также и преподавателей. Но сегодня при нашей встрече я бы хотела с вами обсудить более детально последние два пункта и два принципа, так как в моем личном опыте, из моей студентической жизни именно эти два принципа были более главными. Лика, а социальное измерение что это значит? Это значит, что у балансского процесса есть такое понятие, как social responsibility, социальная ответственность. Это тоже говорит, что образование, оно не само по себе, оно тоже есть связи и interdependency, взаимосвязи с разными другими общественными деятельностями, например, с культурой, с экономикой, даже с внешней политикой, почему нет. То есть баланский процесс, это способ интеграции в общество, образование, да? Да, это самый такой, скажем, обширный, можно так сказать, принцип балансского процесса. Перед тем, как перейти насчет моей истории, я бы хотела прочитать вам, о чем говорили министр, насчет четвертого и пятого пункта. Например, про международную мобильность, в балансской декларации говорилось, что содействие мобильности будет создаваться путем преодоления препятствий на пути свободного передвижения. То есть это был такой момент номер один, что студенты не могли передвигаться от одного учебного образования в другое. Но они также подтвердили, чтобы студенты и преподаватели могли воспользоваться богатством европейского пространства высшего образования, разнообразием культур и языков, разнообразием университетских систем. Что касается участия студентов в управлении высшим образованием, министры подтвердили, что студенты должны принимать активное участие и внести свой вклад как в академическую жизнь, так и в определение содержания образования. Я думаю, это очень интересный момент, который для стран постсоветского общества очень тяжело внедрять. Они также отмечают, что это должно быть конструктивное участие студентам в областном процессе и подчеркивают необходимость их постоянного включения еще на ранней стадии в новые виды деятельности учреждения. Они также призвали вузы и студенческие организации искать пути в обличении студентов в руководстве высшим образованием. Ну, а тут перед тем, как я буду рассказывать, что происходит в Молдове и какие изменения на нынешний день, я бы хотела сказать, что произошло в моей истории, когда я начала учиться в университете. Я окончила лицей еще в 2001 году и поступила в специальности международные отношения и министральные языки. И обучение длилось в Молдове 4 года. В Молдове... Молдова тогда еще не участвовала, не была частью Бонского процесса. Два года спустя, в 2003, я участвовала в конкурсе, чтобы поехать учиться в Америку. Угл такие... Они еще есть... Программа по обмену образованию по своей специальности. Ну, я подошла к администрации факультета, чтобы одобрить эту программу после того, как я прошла на конкурс. И мне сказали, чтобы я ехала и не делала себе заботу. Когда ты приедешь, мы обсудим, как мы будем делать трансфер твоего обучения. Ну, как вам сказать, это оказалось мифом, эта дискуссия не существовала, когда я приехала обратно в 2004 году, мне сказали, нет, ты знаешь, все-таки ты должна повторять учебный год. Я чуток разозлилась, были разные дискуссии, обсуждения, ни к чему они не привели, потому что ты студент, ты примерно, грубо говоря, никто, я ректор, я знаю лучше тебя. Вот такая ситуация интересная. В это время, когда я еще была в Америке, нам презентовали программу с польского университета, я как-то чуть-чуть в шутку подала документы, потому что меня интересовали делать исследования в европеен стадис, в области Евросоюза. И что мне стало интересно, во время дискуссий в Молдове, потому что я хотела побыстрее окончить и получить диплом, польский университет. На самом деле, его администрация перевела все мои года обучения так и в Молдове, так же и в Америке. Я туда поехала делать четвертый год обучения своего бакалавра и делать исследования на Ерубен стадис. Вернулась я в Молдову уже к 2005 году, год, когда Молдова стала членом оболонского процесса. Так как я отсутствовала два года, но мне все-таки хотелось молдавский диплом, как-то я зацикливалась на эту тему, не могли мы больше дискутировать, мне сказали, ну это вообще, ты уже два года, тебе не надо, ты хочешь трансфер, ничего мы не будем делать, иди учись. Но самое интересное было, что состав профессоров, они на самом деле сказали, ну по оболонскому процессу должно быть трансфер, ты просто должна свой диплом в дипломе я в Польше уже защищала, защитить здесь. С администрацией было трудно бороться, я проучилась еще два года. Ну я пошла работать, шла только сдавать экзамены, и потом защитила еще раз диплом, и получила свой диплом, но уже это был новый диплом, не так, как моих коллег, с которыми я начинала учиться, это был диплом, который совпадал с оболонскими принципами и изменениями, которые произошли в системе образования в Молдове. Ну и как же изменились эти обстоятельства? Я буду рассказывать про изменения в связи с этими основными положениями, которые есть в Баланской декларации. Эти положения, вообще-то, они для всех этих 47 стран, которые являются членами Баланского процесса, они должны пройти реформа в связи с этими положениями. Это создание общей структуры образования на основе трехциклового академического обучения. Ну, я поставила в скобках, потому что есть большое различие между странами. На самом деле это двухцикловой, я буду про него говорить, но некоторые страны видят докторантуру как отдельную степень. Внедрение системы переводных кредитов, так называемые ECTS, принятие системы сопоставимых степеней и внедрение приложений в диплом или диплома с апплементом, и содействие мобильности студентов преподавательского состава, и обеспечение качества высшего образования. Пример Молдова. Здесь вы можете увидеть, как выглядит на нынешний день система образования в Молдове в постболонском процессе. Вы можете здесь увидеть первые три степени. Значит, нулевая – это когда мы идем в детский садик, потом первая степень – это школа, потом гимназия, и потом мы заканчиваем лицей. После окончания вот этого третьей степени, когда абитуриент уже может пройти на трудовой рынок либо продолжить учебу. И вот про систему высшего образования мы сейчас и обсудим. Как вы видите, Молдова, так как и другие государства, члены балансского процесса, должна создать так называемую общую структуру образования на двухцикловом академическом обучении. Так как я говорила, Молдове получается три, потому что мы тоже делаем докторантуру отдельно. Первый цикл, так называемый, достепенной, он – это bachelor или бакалавр, и длится 3-4 года, и уже послестепенный – это master или магистерская магистратура, наверное, длится один либо два года. Высшее образование в Молдове по такому принципу организовывается в университетах, академиях и институтах, так как в государственных учреждениях, но также и в частных. За исключением, конечно, медицинского и фарматического образования, все остальное осуществляется в эти два этапа. Первый цикл мы получаем лицензиат, он не называется в Молдове бакалавр, потому что у нас лицей по французской системе, и мы заканчиваем его на бакалавре, поэтому первый цикл остался лицензиатом. Вторая степень – мастерат, и потом докторантура. Чтобы получить доступ ко второму циклу, конечно, студент должен пройти первый цикл с продолжительностью не менее трех лет. Почему трех лет? Потому что есть заочное обучение, либо иногда берутся, студенты выбирают себе экстра-курикюля-курсы, экстра-курикюля-курсы, вне программной дополнительной… Да, спасибо. Прием в высшее учебное заведение в Молдове проводится на конкурсной основе. Это неважно, если ты будешь на бюджете или нет. Бюджет в Молдове на самом деле очень мало мест, и по законодательству это не должно составлять больше, чем 10% от всех студентов, которые приняли на учебу. Общий критерий конкурсной основы устанавливается министерством образования соответственно для первого цикла и для второго цикла. В Молдове сейчас уже заканчивается этот системный, но как вы видите, по третьей степени я могу выбрать пойти в лицей, и тогда я сразу иду на первый курс бакалавра. Но некоторые еще пошли в колледжи, например, но после этого они тоже, если не захотят не идти учиться или передумали, они могут пойти в университет. Для них будет дольше, потому что первый год это будет как последний год лицея, где их подготовлю для экзамена бакалавра. Я посмотрела некие данные из Национального бюро статистики, и, например, я слышала в встречах здесь, в Беларуси, что есть проблема, что при Балонском процессе будут закрываться учреждения. В Молдове это также произошло, но не закрывались так учреждения, как некие программы. Был такой большой бум, что все хотели быть юристами, экономистами и еще кем-то, я не могу сейчас вспомнить, и поставились некие индикаторы, сколько студентов будут принимать эти вузы. На нынешний день у нас итого сеть образования состоит из 34 единиц, в том числе 19 из них государственные, 15 это частные вузы. В начале учебного, например, прошлого года число студентов было 102 тысячи человек, это за исключением иностранных студентов. Но в среднем, на 10 тысяч жителей 288 студентов. Как организуется лицензиат в Молдове? Он очный, так как и заочный или дистанционный? У нас заочный, но если делается заочно, это будет на год дольше. Он завершается экзаменом на степень лицензиата, который включается в себя, экзамен по одной из основных дисциплин, а потом другой экзамен по одной из дисциплин специальности и защита дипломного проекта. Есть такие ситуации, когда студент не может защитить или пройти один из этих экзаменов, и тем выпускникам, не прошедшие выпускной экзамен, подается, если они требуют справка, и у них есть возможность либо еще один год дополнительно проучиться, либо пойти работать с этой справкой. Но, если честно, очень трудно, потому что нынешний рынок не воспринимает позитивно, если ты не окончил хотя бы лицензиат. Ну, мастерат обычно проводится по очному обучению и заканчивается защитой магистерции. Как вы видите, кроме того, сколько лет и какие правила, еще мы должны говорить о кредитах. Лицензиат 3-4 года обучения это будет по 60 кредитов в год, мастерат 1-2 года соответствует 60, 90 или 120. Вопрос, наверное, будет, почему бы 90? Должно быть либо 60, либо 120, если умножаем на 2. Некоторые программы, которые сейчас изобретаются, они на полтора года. Один год ты учишься, а у тебя есть еще полгода, чтобы сделать практику. И практика, она входит в твое учебу. Это называется applicable studies. То, что ты учишь, оно имеет применение в нынешний день. А аспирантура или докторатура это примерно 4 года. Зависит, конечно, от сколько тебе нужно дописать твою работу. Но она без кредитов, так как там очень много самостоятельной работы. А кредитов, я думаю, в Молдове это была самая большая проблема. Что это такое, чем это кушается, как мы это будем делать. Была большая паника. И проект пилот начался 5 лет до того, как мы поступили в баланский процесс. Это процесс внедрения и оперирования переводными академическими кредитами, то, что есть ECTS. Было в 2000 году с назначением Государственного университета Молдовы в качестве пилотного учреждения. В университете была создана рабочая группа по разработке необходимого комплекта материалов для осуществления переводных эпидемических кредитов. Они не работали сами, не работали вместе с Министерством образования, а также с экспертами из-за рубежа, стран, которые уже были в балансском процессе и осуществили эти реформы. Потом разработалась специальная руководство по внедрению национальной системы во всех учреждениях. И уже начиная с 2007 года это было общепризнано, что ты получаешь диплом, в котором будут значены все все кредиты. Что такое ECTS? ECTS это реализация европейской системы переводных академических кредитов, которая позволяет признание обучения за рубежом в качестве неотъемной части учебных программ в странах, в которых мы изучаем. Другими словами, кредиты суммируют объем, количество работы на каждом курсе и не относятся к качеству или результату деятельности студента. Это еще что означает ECTS или как это внедряется, это то, что в европейском плане эта кредитная система основана на всеобщем академическом признании. То, что означает, что период обучения за рубежом, это могут быть экзамены, в том числе разные формы оценки, как это буква или цифра, то они заменяют аналогичный период высшего образования в вашей стране. Для того, чтобы облегчить передачу кредитов в Европейский Союз тоже с помощью УНЕСКО, они рекомендовали использовать эквивалент из количества кредитов за календарную единицу обучения. Это было 30 кредитов за один семестр и уже 60 кредитов за два и так далее. Сколько ECTS на, скажем, на 4 года обучения, если мы говорим по первый цикл, это все будет у студентов его диплома сапплементов. Сейчас мы будем говорить о внедрении приложения к диплому. Для чего был сделан этот диплом сапплемент в целях обеспечения прозрачности титулов, квалификаций и документов об образовании выпускникам больших учебных заведений выдается в обязательном порядке приложение к диплому, диплом сапплемент. Он единого европейского образца. Я вам покажу свой диплом. Я думаю, или вы уже видели, как выглядит диплом сапплемент. Показать? Пожалуйста. Давайте. Давайте. Это приложение. Это приложение. Это не приложение. Это диплом. И я видела, вы знаете, я вчера на ютубе видела девушку с белорусской, которая говорит вот я получила свой диплом, вот как он выглядит. Он ведь тоже самое, только у нас синего цвета, у вас красного, да? Интересно, она рассказывала, что он на двух языках, на одной стороне был на белорусском, на второй на русском. Что происходит в странах донского процесса? На одной стороне это на языке той страны, то есть в Молдовии это будет на румынском и с правой части это будет на английском, так, общие признаки. Дальше, если вы, например, у меня было международное отношение и иностранные языки, еще получаешь сертификат по иностранным языкам, который признается всеми учреждениями на Молдавском рынке, рынке труда, а также на европейском рынке труда. Система у нас от 1 до 10 баллов, так что вы видите. Диплом асаплемент это где-то 12 страничек А4 что в нем есть это информация об обладателе диплома и информация о дипломе также на румынском и на английском языке. Вот здесь говорится кто это девушка, когда она родилась и когда она пошла учиться. Потом информация о квалификации, что я специалист, но они так утверждают в международных отношениях, информация про институт, учреждения, где я училась и дальше будет вот здесь пункт 3.1 выделяется сколько кредитов я получила. это так кажется изначально в 2007 году мне казались это цифры, но потом когда я поступала на магистратуру за рубежом я поняла, что эти цифры очень важны. Сколько лет я проучилась интересно они записали 4, хотя я и того училась 6, но они решили, что тема и 2 года за рубежом не считается. Вот такие вот интересные истории у меня. Потом будет очень много страниц всех годов, какая оценка, сколько вот здесь есть номер, то есть не номер, а число часов обучения, здесь нота как это то есть аксенса и как она переводится и здесь сколько номеров число кредитов. Ну и примерно так на все года обучения. И в конце говорится про тот экзамен лицензиата или бакалавра первая специальность, вторая специальность и это уже дипломная работа. Также объясняется, что в Молдове система БАО это десятибальная система. Дальше будет здесь мы видели информацию об уровне квалификации, о полученных результатах, роль диплома, дата. Серьезно же? Она очень серьезная и когда я расскажу потом дальше, во всех учреждениях, даже зарубежом, ты получаешь очень много таких бумажек, нужно за собой их и также это в обязательной форме должны показать в приложении информацию национальной системе высшего образования. Ну, когда студенты задавались вопросом, что такое и зачем нам это надо, мы начали это понимать, когда исчезла вот с этой системой проблема эквивалентности. Больше не нужно бегать по разным учреждениям со столом бумажек, сто этих штампиков, чтобы вот я учусь там, то на самом деле я делаю международные отношения, это что перевода на английском очень много денег и это очень много времени занимало. И я надеюсь, это последняя страничка. Вы могли убедиться, насколько действительно большое это. Да. и как я говорила, что я очень обрадовалась потом этому систему, но не только в этом смысле, но это очень техническое, которое нам было трудно понять, потому что все думали, что это будет про качество, на самом деле это про количество часов, а не про качество. После того, как я поработала, и когда я подавалась в магистратуру по конкурсу университет Галатский университет в Мастрихте, я поняла, насколько это легко. Ты просто на их веб-сайте в специальном окошке сканируешь свой диплом, и диплом окрасленный, и тебе совсем говорит чек зелененьким, что хорошо или не хорошо, и это очень было удобно. И где-то на самом деле это очень практически то же самое в Великобритании, когда ты подаешь на аспирантуру, просили не только диплом магистра и диплом о саплемент, но тоже что я прошла и первый уровень. То же самое в интернете, сканируешь все красиво. У меня здесь есть два видео, которые я хотела показать, но я не знаю, если... А руки же принесли. Где вы можете помочь работать? Давайте. А есть интернет, они будут работать? если Возможно, если интернет, Возможно, teaching at Maastricht University takes place in English, and almost all of our education and research focuses on international and European themes. Nearly half of the student population and a third of our academic staff is non-Dutch, making Maastricht University one of the most international universities in Europe. Aiming to further increase the quality of our education, we have launched an international classroom development program to promote interaction between students of different nationalities and prepare them to succeed in the globalizing labor market. Welcome to the Субтитры создавал DimaTorzok и потом можно прыгать в 100 млн. Я хочу, чтобы вы не смогли спать на Санкт-Петербурге. Я не могу, чтобы вы не спали, чтобы вы не спали, чтобы вы не спали. Это так. Вы не спали? Да. Вы не спали. Я начинал историю о том, насколько важна мобильность студентов, так же, как и профессоров. И вы могли увидеть, насколько международные эти учреждения. Если мы возьмем другие любые два стран, с некоторых стран оболонского процесса, вы увидите, что на самом деле каждый год где-то 30% студентов это будут международные. На самом деле у студентов. Но насчет факультета, это, наверное, цифра меньше. Голландские университеты, также университеты в Финляндии, шведские университеты или в Великобритании, они лидируют в том, что у них так как факультет международный, так же и университет. Интересно на самом деле в Молдове насчет мобильности и вот такого международного профиля. Международного профиля это труднее говорить, потому что мне министерство образования не дало цифр еще, сколько у нас международных студентов. Но после оболонского процесса мы можем увидеть, что где-то в каждый год, в каждом факультете, скажем, между 5 и 10... в факультете в университете, с 5 до 10 процентов это будут иностранные студенты. Здесь, или когда мы говорим о Молдове, что происходит насчет содействия мобильности студентов и преподавательского состава, стоит упомянуть о сотрудничестве на двустороннем и так же немного стороннем. Как вы видите, на что направлено это сотрудничество, это содействие, во-первых, на академической мобильности. Но также произошло после оболонского процесса очень много обмена нормативными актами в области образования и после этого есть какой-то обмен ноу-хау. Осуществление проектов и исследований в области образования, исследовательские и лингвистические стажировки для преподавателей, магистров, кандидатов наук, развитие и сострудничества между университетами, пожертвование книг, совместные образовательные мероприятия, но также участие в школьных олимпиадах, летних отдых для детей и студентов и, например, производственная практика. Думаю, это очень интересно было для наших студентов, что они могут сделать при магистратуре полгода практику в другой стране. И, кстати, что интересно насчет балансского принципа, когда мы говорили, какая была цель и идея, вот сейчас после последней конференции в Бухаресте мы говорим уже насчет мобильности, о таких цифрах, как до 2020 года, как минимум 20% выпускников должны пройти период обучения или практики за рубежом во всех цифрах для всех 47 стран. Для некоторых эта цифра уже недавно достигли, но для наших стран так же, как для Молдовы, это затруднительно. Вот здесь я просто из тех данных, которые мне дало министерство, я хочу показать несколько примеров, в какие университеты могут поступать, а сколько мест. Эти университеты я выбрала, потому что в них мы можем получить стипендию, а стипендия очень важна, особенно, когда мы говорим, что в этих странах по сравнению с Молдове все намного дороже, поэтому в стипендию обычно включается и проживание, и питание, и медицинская страховка. Книжки можно себе купить и так далее. Самое интересное на нынешний день, на самом деле, когда мы говорим о балансском процессе в Молдове, это международное многостороннее сотрудничество. И здесь мы говорим про проекты и программы Европейского союза для стран восточного партнерства. И это по обмену образования. Такие программы, как Tempus, Erasmus Mundus, Жан Мани, молодых действий, Мари Кюри, особенно если мы думаем про аспирантуру или для факультета. И тоже с Министерства образования я хочу привести пример только несколько проектов, которые на нынешний день внедряются в Молдове, и вы можете увидеть, на что они ориентируются. Например, первый проект – это мы говорим про интегрированную систему управления университетом. Как разработать и внедрить такую систему управления информацией в университетах Молдовы, Грузии, Украины, а также Белоруссии. У меня не было время посмотреть, какой университет в Белоруссии работает, но я думаю, это было более интересно. Я могу, кто заинтересован, дать название на английском, вы можете увидеть, координирует это университет с Германией. Другой проект, который мне показался тоже важным, направлен на повышение институциональной и финансовой автономии, а также возможности и ответственности высших учебных заведений. Сейчас тоже самая больная тема в Молдове – это качество образования. И вот один большой проект, Tempus – это развитие системы обеспечения качества высшего образования Республики Молдовы. Это более односторонний проект. Также мы говорим, например, о проектах, направленных на педагогические инновации в образовании для всех. Здесь тоже есть Беларусь, Украина и Молдова. Проекты направлены на укрепление университетской автономии. Вы можете видеть, что это разные университеты. Это французский университет, немецкий, последний, по-моему, шведский даже университет или норвежский, я не уверена. И французский университет пришел с таким проектом тоже в программе Tempus вместе с Европейской комиссией запустить межвузовские центры для разработки и продвижения инноваций. И тут мы говорим о том, в принципе, более социальном принципе, который приносит волоский процесс – разработать учебные курсы и обучение на расстоянии, например, distance learning, не заочное, а когда, например, я в Норвегии и хочу делать обучение в Молдове. Это понятно было здесь. Для повышения предпринимательства и творчества среди студентов. Есть один проект, который тоже на нынешний день мне как-то он ближе к душе, как студент из Молдовы. Моя коллега в Мастрельском университете, она тоже профессор из Молдовы. И вместе с коллегами из университета в Голландии, Великобритании и Бельгии разработали проект, при котором не эти университеты приходят с идеей, как страны Молдовы, Украины или Грузии должны внедрять некоторые пункты, как работать вместе, слушать друг друга или как здесь узнаем друг друга лучше и совместно сделать изменения. Можете зайти на сайт проекта и увидеть более детально, про что это. И, может быть, в будущем тоже будут такие проекты вместе с Белоруссией. Вот что они говорят. Наша цель состоит в решении основных проблем в области обучения европейских курсов European Studies путем объявления общих и конкретных потребностей разработки инновационных педагогических стратегий, которые могут передать знания и реальные навыки и привести пример для реформы учебного плана. И это, наверное, практически мой предпоследний слайд. И хотела чуть-чуть поговорить про участие студентов в управлении высшего образования. Это тоже очень проблематично и довольно много критики в Молдове, но и в других странах насчет, как внедряется этот принцип. И я здесь зачитаю цели Альянса студентов. Альянс студентов или Ассоциация студентов есть сегодня практически при каждом учреждении в Молдове. А также, кроме Альянса, есть и разные организации по каким-то специальностям. На что они направлены? Стимулируют участие студентов в управлении университета в процессе принятия решений и реализации этих решений в университете, а также в студенческих мероприятиях. Стимуляция академических индикаторов в развитии диалога между студентами с менеджментом факультета, с администрацией и других органов, все, которые работают в университете в области молодежи и образования. Пошление вне университетской работы. Это плохой перевод, наверное, extra-curricular activity. Пошление работы в команде для студентов, защита студентов против разных форм дискриминации и поощрения, и работы с неправительственными организациями направлены также на студентов. Когда я со своими коллегами вернулись в разных программ, например, учебы за рубежом, мы тоже создали свою ассоциацию. Изначально мы начали очень просто, мы делали дебаты, потому что курсы были иногда очень, как сказать, никого не обидеть. На них можно было заснуть, как бы так говоря. Тогда мы делали кружки дебатов, в которых те темы, которые нам рассказывали из тетрадки или из каких-то конспектов учителя, профессора, мы их дискутировали и ставили в какую-то перспективу, что происходило в мире в том моменте. Также мы, как вне университетской мероприятии, у нас были видеокурсы. Мы учили международные отношения. Один курс – это была история международных отношений, но для некоторых студентов это не очень интересно, кто не увлекается историей. Мы принесли разные видеоматериалы, и вечером мы их смотрели. На самом деле, как результат, повысились результаты экзаменов студентов. Также мы делали разные симуляции электорального процесса, правильно так сказать, да? Разные тренинги по… Одна проблема в тот момент была борьба с коррупцией, и мы делали тренинги по academic integrity. Мы делали много людей. Не знаю. Ну, чтобы не копировали, чтобы не было плагиатов, потому что очень не было курсов по как правильно писать дипломную работу, например. То есть это была взаимопомощь студентов? Да. Ну, мы объясняли, что такое academic integrity, я не знаю, как это сказать на русском. Этиническое сообщество? Да. Этиническое сообщество? Да. Этиническое сообщество? Этиническое сообщество? И что мы еще сделали – это study visits. Учебные visits, например, в международные… организации, так как ООН, ОБСЕ. Ты про них учишь, и это нормально. Мы потом узнали, что это нормально в некоторых странах, а у нас это было… Вау! Мы куда-то поедем. Значит ли то, что я вам рассказываю, что все в Молдове красиво и хорошо? Конечно, нет. Всегда есть время поработать и делать изменения. Самая большая дискуссия сейчас, как я говорила уже, это обеспечение качества, но также остается вопрос вовлечения студентов в процесс принятия решения. Создание студенческого сената, который был привлечен в развитие политики правил университета и обеспечения институциональной оценки. И сейчас это тема этого года, скажем, с этого лета, как создать синергию между высшим образованием и научным исследованием. Это такая тенденция, которая идет от исследователей, и молдавских исследователей, которые делают сейчас аспирантуру прямо за рубежом. Спасибо за внимание. У меня такой вопрос. Когда вы организовали этот дискуссионный клуб, я прослушала, это было в Молдове, да? И это вы посетители были, пациенты, или не только пациенты? Чаще, если там, не знаю. Нет. Просто фонд. Он сейчас работает как фонд декабрь, у него своя жизнь уже. Какой он был для всех, кто получил, кто инспектировал? Насчет фонд, как пришла инспирация? Удохновение. Да, инспирация. Удохновение – это обучение с дебаты по Америке в Молдове и Курдиване. Дальше есть и фигула Америки, в которых мы участвовали. В некоторых лецеях, которые учат английский язык, это делается уже в школах для лецеев. Курдивак. Обычно есть несколько тех, которые в команде готовят, как позитивно агументировать эту тему, и как не контактируют с негативными и проблематичными вопросами. Когда ты приходишь на день дебанков, ты извлекаешь, будешь ли ты агументировать эту тему с позитивными, с негативными. То есть вы делаете роли, да? Да, есть роли. Развиваются разные навыки. Лидерство, разговор публики. И также мы брали тему, которая будет интересна для тех, кто получит международные отношения. А я за руку какой? Мы делали это на мучках, а также она есть в полной на английском. И еще поздний вопрос по поводу финансирования. Это был грант или... Нет, это было самым... Инициатива, собственные средства. Да. Ну, можно так, к примеру, не минусы, потому что это финансирование, чтобы собраться. На самом деле, если... Знаете, по крайней мере, как я думаю, как заинтересовывают студентов, но я уже задавал, что было очень трудно, потому что студент спрашивал, а зачем мне это? Потому что настолько параллированное студентам было, что он на экзамене должен был учить на инстуруктуру, и он должен был учить 10. Такой процесс сначала был очень тяжелый. А потом это стало очень весело, и потому что ты же учил что-то совсем в другой форме, и я что-то уже участвовал дебатом, это не нормально. Но для школы, например, есть... Как национальная люди... Я не знаю, как это называется сейчас точно, которая занимается дебатом в школах. И они уже с раного времени делают такие... там конкурсы тоже есть каждый год, потом... По-моему, их спонсирует уже какая-то лига с Америки, потому что, если ты проходишь все этапы, твоя команда может поехать на международные конкурсы по дебатам. Я думаю, что после первых... 5 или 10, потому что мы изначально сказали, что если хотите, просто приходите с идеями и говорите нам, какие темы. Потому что мы были, ну как, специальности не только для международных отношений, там у нас в факультет был еще политология и юриспруденция и... А как паблик администрейшн? Публичное администрирование. Да? И... Есть так... Публичное администрирование? Публичное администрирование. Ну, примерно. Царство управления. Да. Были это сама студентка или уже нет? Да. Я думаю, что она занималась и снизу инициатива, студенческая. Да, это была студенческая инициатива, да. Да, потому что в каком-то смысле студенты с самого начала сами были... Но вы знаете, были лекторы, которые тоже посещали и тоже внедрялись иногда. Были лекторы, которые... Это можно было увидеть, так объективно скажу, те, которые уже были по какому-то обмену где-то полгода, или, может, только на какой-то тренинг. Они были, были активны и делали... Формировали дебаты на своих семинарах. Ну, не прям по правилам дебатам, скажем так, как мы делали, но вот. Спасибо. У вас есть вопросы? Я Витальский, продаватель исторического факультета нашего главного архитета, БГУ. И ваша история немного напоминает мой, потому что я тоже получил возможность поучиться, пускай на странировках, в Чехии, во Франции. И у меня есть несколько вопросов еще потому, что... Потому что у меня профиль был в международные отношения, и как раз именно в Бессарабии, Молдове. Да. Вот. Так вот, исходя из презентации, там, как Бессарабии, вы все это видели, да, отмечены два факта. Что система образования в Молдове несколько отличалась изначально, даже сейчас, от традиционной советской модели образования. Это означает то, что помимо балансовой реформы, Молдове сначала пришлось модернизировать, трансформировать свою систему образования, говоря прямым текстом, приблизить ее максимально к луминской системе. То есть, кто шел параллельно. Так это или нет, может быть, вы сейчас скажете в этот момент. И второе, да, это то, что в рамках экономической мобильности, образовательной мобильности, практически все места, куда могут уступать студенты, это просто есть в Румынии. Так вот, я хотел бы что-то при акцентировать момент. Румыния и Молдова вместе шли к образовательным вот этими профессиями, какими-то стандартными, или все-таки Молдова ориентировалась на Румынию, и шла сверху, это был мой первый вопрос. То есть, насколько самостоятельно это проходило, и все-таки гораздо важнее было для молдавской системы образования или другим способом организоваться к лумынской, а к европейской, это уже, как бы, такая общая цель немножко более далекая. Это и второй вопрос. Это первый вопрос. Второй и третий, я просто не хочу сейчас путать их. Хорошо. Давайте по первому моменту насчет системы образования. Вы правильно уточнили, что я не уточнила. В Молдове система образования не похожа изначально до, скажем, 2005 года ни на Украинскую, ни на Российскую Федерацию, ни на одной из постсоветских стран. Какое-то исключение. Почему? Уже в 90 до 94 года был такой очень болезненный процесс реформ в образовании. Это был номер один. Это было связано, конечно, и с языком, потому что при Советском Союзе придумали молдавский язык, то есть румынский с кириллицей. Люди все-таки говорили на румынском. Перешли на латыницу, чтобы внедрять быстрее или развивать быстрее язык, потому что 45 лет он не развивался, открылись лицеи. Эти лицеи на самом деле не открылись, они шли по модели, по румынской модели, открывались, по-моему, с американскими и британскими фондами, самые интересные, и модель сама французская. Да, было очень много помощи с Румынией, я не буду говорить, но, конечно, как решались политические, мне было 6 лет, много не могу вам сказать, какие там были дебаты, дискуссии, но я очень рада, что я не пошла в школу. Я помню, мне мама купила этот, как называется, специальный такой коричневый фарточек из формы, продала, по-моему, и я пошла позже учиться, но первый лицей, который открылся, назовался, так называются, румынско-английский лицей. Это означало, что с первого года обучения мы учились на английском языке, это означало, что ты учишься 12 лет, они не было, высшей школы не было, но оставались высшие школы с 11, 11 классных. При этом мы учили французский, русский, и потому что я делала гуманитарное направление, еще и латынский, они решили, что недостаточно. На самом деле, вы правы в том, что первая, даже до бомбинского процесса, Румыния была одной из единственных стран, которая не задавала вопросов, так много вопросов, которые понимала нашу систему образования. Но это тоже, почему это так было, потому что у нас документация была также на румынском. И очень много стипендий, они давали очень хорошие стипендии, скажем так, что даже румынские студенты начали жаловаться, что слишком много, вы хорошо даете им места. Я просто хотела открыть и посмотреть насчет этого, какие на сайте министерства есть новые данные. О, он даже перевел. Вот, например, на сайте министерства, если вы сейчас зайдете, он переводит вам сразу, куда вы можете подать, и как вы увидите. Казань, Германия, Чехия. Да, Чехия, Германия, также Румыния, и уже можете смотреть. Они все переводят. Есть и Китай, есть и Япония, и дает очень хорошие гранты, только чуть-чуть как скептически смотрят молдаване на то, чтобы так далеко поехать. И гранты очень специфические, там такие более культурные. Делались ли реформы про Балонский в Молдове вместе с Румынией или нет? Тут я не могу объективно ответить, потому что у меня нет данных. Но я могу точно сказать, что в группу были эксперты, которые приезжали не только с Румынией. Хотя Румыния больше как нужно на нее смотреть, как на адвокат. Адвоката-защитника. Защитника, да. То, что он помогал, ну как Польша для Украины, если могу так сказать. Но экспертов больше в Молдове любили, которые были немцы, которые были... У нас еще есть такое, все что не молдавское, а очень такое... Уэст, это как? Западное. Западное. Чем более западнее, тем как бы лучше. Эксперты были из США, наверное. Да, но я могу вам сказать, что я думаю, что в Беларуси у меня создалось впечатление то же самое. Потому что в понедельник в Могилеве мне сказали, что до меня был немецкий эксперт. И его слушали очень внимательно. Но я не буду говорить вам, как меня слушали. Хотя я думаю, что, если я могу перейти на другую тему чуть-чуть, что было на самом интересное для этих стран, как Молдова, Украина, Беларусь, Грузия и так далее, чтобы они больше работали и между собой, и создавали какие-то тенденции. Потому что не всегда все, что приходит извне, мы можем трансформировать. Потому что это просто не подходит нашему систему. Вот поэтому я и привела пример этого проекта и на Тлеск, где они не просто говорят, вот это голландская модель, делайте так. А как вы преподаете? А почему ваш студент реагирует на это и на другое? А как вы делаете эвалюацию? Ну, собственно говоря, в Молдове это не очень скрытно. Тебе дают, ну, как сегодня вам дали такие бумажки. И потом ты даешь учителю, он может узнать, кто там написал что плохого, да, например. Нашеньки, по-моему, анонимные, все в порядке. Мы не будем на выходе ловить. Я не на это ссылалась. Да. Спасибо. Спасибо. Давайте, может быть, тогда и следующий вопрос по вам вернемся. Спасибо. Спасибо. Меня зовут Елена. Я тоже беру в университет, только по факультетам международных отношений. У меня вопрос такой, насколько доступна информация о мобильности для преподавателей и студентов, доступна для преподавателей и студентов. То есть, кто занимается вот этим информированием и есть ли вообще такое понятие. Потому что, судя в нас по системе, как мне кажется, мои студенты немного знают о том, что есть возможность куда-то поехать, какие-то программы, как и мои коллеги. Как ты согласен с этим в Молдуре? Есть такое, на русском, по-моему, выражение «бери не хочу», да? Да, есть такое. Вот примерно вкратце, но при каждом факультете есть центр, либо профессор, преподаватель, который твой пункт информации. И у него вся информация для кадров и для студентов. На каждом факультете, да? Да. То есть, не в университете, а именно на факультетах? На факультетах. На факультетах. Либо, если нету, он, например, факультет международных отношений находится в госуниверситете, говорю, рядом с социологией. И у них тогда, это еще 2005 год, не было такого пункта, они ходили в наш центр. Везде есть объявления в каждом факультете на счет разных программ для студентов, а на кафедре, правильно, для преподавателей. Также это должность и декана при митингах, при собраниях, он тоже, если есть какой-то большой правитель. Ну, советский факультет. Да, что-то в этом роде. Также в Молдове есть разные вот эти студенческие ассоциации. Они тоже всегда говорят, как можно поехать на Study Visit, как можно поехать на Erasmus. И в Кишиневе, например, в столице, я тоже спрашиваю у друзей из Беларуси, нет ли у вас такого центра, где совокупно всей информации насчет высшего образования, разных возможностей. Вот в Молдове есть такой как бы справочный центр по университетским делам. И этот центр изначально просто говорил про разные гранты для Молдовы. И вот они ходят по Молдове и рассказывают про разные возможности. А сейчас он развит до такой степени, что кроме того, что есть у него на сайте, он тебе поможет заполнить анкеты. Если, например, нет полного гранта, а ты вот, ну я хочу в Колумбия университет, вот туда хочу. Они объяснят, как можно взять Study Wall. Взаём. 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 Да. Помогает на всех уровнях. Это вне университет. Это вне университет. То есть для студентов это бесплатно. Все бесплатно. Информация давно бесплатная. Он финансируется правительством, государством или это часть программы? Центр это НПО. Я думаю, его форма НПО. Сейчас объединили. Да. Но я не могу, я сейчас не хочу говорить, потому что я точно не помню. Но мне кажется, сначала ему помогли открыть фонд Сороса в Молдове. Есть в разных странах такие фонды. А потом он перешёл самостоятельно. И в том же фонде Соросе была группа, программа называлась «По высшее образование». И вот они начинали в 90-х такие тенденции. Я продолжу вот эту тему. Например, у меня есть студентка, которая как раз выросла и родилась в Белоруссии, изучает румынский язык, историю Румынии. Что можно сделать ей, чтобы, например, поступить на следующую ступень магистратуры даже в Молдову или в Румынию, если наши системы взаимодействия не коррелируются никак. То есть, и вот… Несчастые, если я говорю… Да. Это понятно, да? Вот. Как бы… Это хороший вопрос. Распространяется ли вот что-то из того, что здесь есть на улицах из других стран? Которые не в Болдовском. Например, ну, что не в Болдовском. Да, да. Вообще, это точно не в Европе, потому что там, я думаю, прекрасно. Это из России, из Украины, кто хочет поехать учиться в Болдову. Да, да, да. Они не могут. Понимаете. Я не юрист, но я отвечу так, что в каждом, в каждом из этих стран при Министерстве образования и юстиции есть пункт аккредитации, да. И у них есть список этих… Вот, например, если он, например, в Российской Федерации, у него есть список, что он должен сделать. Я не могу сейчас сказать точно. Я могу сказать, как это было в Молдове, например, до Болдовского процесса. Тебе сначала Министерство образования давало справку, вот такой-то, такой-то, подходит по таким-то номерам, кредитам. Потом ты бегал в Министерство юстиции, там тебе печать, еще легализацию, не знаю что. Потом оправдывал в Министерство образования, чтобы они удостоверились, что это так. Потом ты бегал по нотариату, нотариусу, чтобы хорошие, правильные переводы и так далее. Примерно, я думаю, то же самое. Я не знаю, как в Беларуси, но, к сожалению, она попадает под законодательство страны, той, которой ты учишься. И у Молдовы есть двухсторонние договоренности, да, при которых мы можем посмотреть потом. И можем посмотреть на исследовательном веб-сайте и... Если вы можете задать вам вопрос? Ну, если нет, мы больше пока нет, тогда... Да. Скажем так, ну, еще уточнение вопросов. Вот это уточнение, вы говорили, что 10% мест в вузах в Молдове и взлетные. Все остальное получается платно. Да. 90% платно. У меня даже цифры есть, если вас это интересует. Я подумаю, что такой вопрос возникнет. И... Вы спрашиваете? Да. И вот... Насколько мотивированы сейчас люди от высшего образования в Молдове для того, чтобы получить возможность потом поехать учиться в Европу, например, да, в рамках вот этой экономической мобильности. И как такая сложная ситуация, когда вы должны вначале платить за образование, а потом ехать, и причем платить еще непонятно за какое образование, потому что проблема качества, как вы сказали, тоже стоит, вот сочетается с социальной ответственностью. То есть, скажем так, насколько студенты удовлетворены таким полаганием, что они вынуждены в первую очередь платить деньги, иметь возможность потом на последних семестрах поехать, например, в Европу, но при этом они абсолютно как-то оказываются зависимы от взятых систем. То есть... Давайте разделим Ваши вопросы на маленькие вопросы, чтобы я поняла, если я правильно поняла, скажем так. Вот смотрите, например, здесь Вы можете увидеть данные, я Вам буду переводить. Вот это первая колонка, это говорит, что это очное обучение, дневное, или как сказать... Очное дневное? Очное, да. Название факультета, давайте идем... Одиннадцатый, это международные отношения и политические науки. По бюджету, по бюджету 30 мест, да? По контракту 65. Сколько кандидатов было? 326 на бюджет, значит, заявку подали. А 139, сказали, что они сразу въедут на контракт, да? Потом это... Я не знаю, что это именно... Они сделали какой-то коэффициент, извините. Это по конкурсу какие-то баллы. Я не знаю, как они все это делают, я извиняюсь, я не читала. По законодательству, сейчас по новым реформам, ты не можешь брать больше 10%. Если я правильно понимаю, тебе вот нужен такой балл, чтобы ты прошел конкурс. Ну, ты там... Экзамен, документы, какой балл у тебя был, там все это ставится вместе, и вот такой коэффициент у тебя должен получить. Но я вижу здесь, они поставили 15%, а не 10%, как по новому законодательству. То, что это интересный факт. И в конечном итоге было по контракту 761, а я подразумеваю, что это они взяли на бюджет. Почему, если бы на контракте было 65 мест, взяли бы 760 человек? Они планируют... А, то есть планируют, планируют, но могут сделать иначе. Я привожу только эти буковки. Планируют, планируют, по бюджету, по контракту. Планируют кандидатов, потом они говорим, а сколько? И сколько баллов по конкурсу? Ну, конечно. Вот. Это примерно. Потом ваш очень длинный вопрос. Я не поняла, вопрос в каком смысле... Вопрос был, как знает молдавский студент, что он интегрировался в баллонский процесс? Сколько он доволен? Вы знаете, это очень зависит от студента, какие у него ожидания. Мы же все очень разные и, наверное, у каждого разная перспектива. Я точно знаю, что очень много отликов от тех, которые уже были хотя бы в Польше и обратно на полгода. Они потом очень недовольны даже своей эвалюацией. Они это напишут. То есть недовольны, конечно, тем образованием в своей стране или недовольны тем, как было? В своей стране. А, то есть обмен, показатель, критик. Да. Да. Но с тех пор, как у нас новый министр образования, который был консультантом директора World Bank... Смирного банка. Смирного банка. Смирного банка. Ясника? Те, у которых очень большие, очень рады solchen фOLLOW. Но, их где-то процентов 30-35. А остальные, они не рады. Им не нравится, что все должно быть открыто. Все, что должно быть открыто, что образование должно фокусироваться на студента, чтобы были поменьше группы, чтобы было больше дискуссий, меньше монолога, скажем так. То есть, про студентов понятно, что Вы рассказали, как Вас применяли эти перемены мотивированные и не мотивированные студенты, и как Вас применяли эти перемены преподаватели, и тоже у меня был такой вопрос, что теряют, что приобретают преподаватели. Это в целом уже ясно. А может быть, откроете тайну, сколько в таком случае при платной системе образования в Молдове получает преподаватель в системе высшего образования? Ну, просто порядок, даже не конкретные цифры. Как тебя преподаватели довольны своими зарплатами, или все-таки могут работать в Молдове? Или все-таки преподаватели от следующей ступеньки, чтобы уехать в Румынию или в другую страну, где больше хватит. Вы встречали людей, которые довольны своими зарплатами? Ну да. Нет, это для Вас очень важно. Нет, это... Я просто так... У Вас есть изменения? Нет, я думаю, на самом деле, это очень хороший и серьезный вопрос. Вы знаете, что меня спросили в Могилюбе к этому вопросу, задали следующий вопрос, а сколько стоит учеба? И когда я им перевела, начался какой-то шум, аудитория не говорили, и я подумала, что я что-то неправильно сказала, не выразилась. И они просто срапнили тоже. Они, наверное... Да. Мне потом коллега из Белорусска сказали, нет-нет, они просто не верили, что могут быть такие цены. На самом деле, я поняла потом, что в Молдове очень дешевое образование. И я, наверное, отвечу просто, чтобы было в сравнении. Например, на международные отношения это то стоит... Ага, перевод. Можно в долларах и евро, я думаю, все поймут. Где-то 300, давайте от и до, где-то 352 евро в год на бакалавра. Но вы не забывайте при том, что из страны СНГ, Молдов, на самом деле, экономически не так хорошо, да, живет. Да, значит, я надо подавать вместе со средней зарплатой. Чтобы было ближе всем. Да. Но я подумала про зарплату профессора. Я возьму профессора, это значит, что это уже последняя степень. Как формируется зарплата? Только потому что у меня в семье есть такие люди, открываю семейную тайну. Это что-то не тайна, я люблю транспарентность, на самом деле. Это ты получаешь от государства где-то 150-200 евро, скажем так. Плюс с контракта тебе университет дает примерно такой же суммы. значит, у тебя будет 350-400 евро в месяц. Может ли на этом профессор содержать себя, свою семью и своего ребенка, я думаю… Например, у меня была реакция негативная. Мы очень много говорим об этом в Молдове. у коллег с этого университета в Могилеве, они говорят, ну это как бы… можно. Хорошие деньги, да. Можно. Но если честно, тебе нужно… любому профессору нужно брать больше, чем одну ставку, где-то 1,75. При этом твой партнер, жена или муж тоже должны получать какие-то деньги. Вот. Есть еще другие такие интересные моменты. Другой вопрос, тоже разница с Беларусью, это я тоже узнала позавчера. Меня спросили про практику. Вот если ты на бюджете, что ты потом должен государству? Я долго думала, что меня спрашивают, что я не знала, что ответить. А я говорю, ну в смысле, ничего вы не должны государству, а 30% из вашего зарплата… Я говорю, а за тех? Как? Нет, конечно нет. Я поняла потом, что тот, кто учится на бюджете, так он потом идет на практику по распределению и там должен работать. Я не очень понимаю, если это так сидеть… Потом должен 2 года где-нибудь отработать, если ему скажите. Нет. В Молдовии это не так. Если ты после конкурса и всех этих индикаторов ты получил место на бюджете, если ты не работаешь и у тебя нету такого балла, который они просят, потом ты можешь потерять. Ты потерял бюджет, у тебя нету ни места проживания, потому что в общежитии тебе подают место проживания, и ты не можешь прожить. И на самом деле суммы не такие большие, которые тебе дают. Самое интересное, они еще создали конкурентность между теми, кто на контракте, я еще помню, я очень удивилась. Когда я приехала обратно, естественно, я пошла на контракт, потому что уже не было. Но потом, что у меня были высокие баллы, там еще не знаю, какие были индикаторы, мне пришло письмо, вот вы знаете, вы должны прийти и взять стипендию. Я говорю, какую стипендию? Я говорю, я не на бюджете, вы что-то перепутали. Я говорю, нет, ну вот, новая формула. И точно так же, если ты что-то пропустишь, или если ты куда-то там, у тебя балл будет меньше, ты не получаешь эту стипендию. Но мне было смешно, потому что деньги родителей возвращались обратно, но не в треть этих денег, скажем. Было возможно. Окей, тогда, если нет у кого-то, по-моему, мега-мега, тогда краткого последнего вопроса, да? Какое медицинское образование? Это хорошее или не ваше? Медицинское образование, если оно хорошее или плохое? Это, честно, не дюжащие. Это мотивация Молдова. Если честно, я не знаю про медицинское образование. Готовы добирать свою жизнь врачу, который получил диплом в медицинском музее Молдова? Некоторым да, а некоторым нет. Нет, я просто буду говорить открыто, потому что очень хорошие хирурги в Молдове, но это люди, у которых большой стаж. Я не знаю, как их студенты, но у нас большая проблема коррупции в чем, что люди платили за свои экзамены, чтобы просто получить диплом. И вот после этого ты задумываешься, хочешь ли ты пойти к врачу. Но обычно хирурги хорошие. Ну так же стоматология, например. Стоматология – качество такого же, как и немецкого, потому что были очень много обменов в Германии. Окей, спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok